Добрый вечер! Вы смотрите программу «Подробный разговор» и сегодня мы обсуждаем вопросы популяризации рабочих профессий. И гость нашей студии сегодня руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы» Татьяна Фомина. Татьяна, добрый вечер! Здравствуйте! У вас есть приставка, которая популярна уже в профессиональных образовательных кругах, она называется «Волтскилз», но для большинства аудиторий все-таки это непонятная еще аббревиатура. Давайте объясним, что это означает. Мировые умения. Ура! Россия с 2012 года по указу президента вошла в мировое движение «Волтскилз», мировые навыки, мировые умения, которая возродилась, начинает свои истоки с 1947 года, послевоенного периода, когда было необходимо возрождать предприятия, восстанавливать жизнь в Европе. И в Испании придумали такое движение, которое действительно популярно. И у нас в России помогает восстановить авторитет рабочих профессий, любовь к работе, к труду, уважение к рабочему человеку. Мы говорим только о молодых людях, потому что это важно, и ты выбираешь дело жизни. Или мы говорим вообще про всех, кому интересен труд? Вообще мировое движение говорит о молодых людях, но для России это всегда надо больше взять объемы. И у нас в движении «Волтскилз» участвуют как школьники, так и возрастная группа 50+. В этом году впервые у нас состоялся в Сырловской области чемпионат навыки мудрых. Мы даже принесли две, золотую, бронзовую и медальон, три победы в копилку Сырловской области после национального чемпионата. Это чемпионат для тех, кому 50+, люди уже состоявшиеся, либо они снова осваивают другие новые рабочие профессии? Нет, это специалисты состоявшиеся, которые хотят участвовать в чем-то новом, передовом, узнавать новые технологии, оборудование, себя попробовать, показать мир, посмотреть. А теперь у нас пенсионный возраст увеличился теперь? Ну, сейчас вообще можно забыть про это. Пенсия пенсии не будет. Да, но вот смотри, тут такая история, что для поколения старшего это, наверное, более интересная история. А вот что касается молодых, насколько им интересны рабочие профессии? Молодым интересно, молодым интересно. Если поначалу, может быть, ну, абсолютно молодой человек вот так тихонечко касается, думает, но когда он в него входит, идет либо полное приятие, либо полное неприятие. Ну, в основном приятие, и им нравится азарт чемпионатный, соревновательный, захватывает, захватывает. И самое важное – это сохранить вот этот вот посыл, вот эту атмосферу потом в жизни, потому что в жизни немножко не так. Не то немножко соревнования, но когда насаживается большое количество специалистов, то уже деваться некуда, менталитет немножечко может быть и сменится. Как вы выполняете свои задачи, формируете свою программу? Чем сегодня занимается региональный координационный центр? Ну, мы занимаемся координацией чемпионатного движения Свердловской области среди колледжей. Помогаем подготовить участников, формируем команду сборную Свердловской области, выступаем на финале. И далее практики транслируем обратно в колледжи, колледжи техникума Свердловской области. Ну, тут же у нас и школьники, и, собственно говоря, и вузы присматриваются к методикам, и сейчас вот еще и навыки плюс. А какие-то конкретные чемпионаты, тематика, какая вот тех, того наполнения, которое вы проводите? Ну, тематика очень-очень обширная, даже ее всю не перечислить. Общая тематика называется региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Свердловской области. Он традиционно проходит в феврале на площадках колледжей, ведущих колледжей Свердловской области. И вообще у нас в этом году было 85 компетенций. Ну, самое популярное, это какие сегодня направления? О, это сложно перечислить. Это не просто с потолка взято, это то, что сегодня важно работать на экономику региона. Да, однозначно то, что работает на экономику региона, да. Но и то, что еще и интересно, конечно же. Ну, чтобы, да. Ну, красоту никуда не денешься, прикладная эстетика, это... Это парикмахерские соревнования. Парикмахерские, да. Дошкольное образование, младшие классы, и тут же IT-технологии, электроника, системное администрирование, токарная работа на станках с ЧПУ, лабораторный химический анализ, социальный и медицинский уход. Видите, у нас очень обширная линейка. Очень. Вы формируете эти направления компетенции, исходя из того, что вам работодатель, скажем так, декларирует? Как это происходит взаимодействие? В том числе и по запросу работодателя, конечно же. Наши выпускники востребованы после того, как закончат колледжи, и со своими навыками они, конечно, очень востребованы на рабочих местах. Потому что умения, которые ребята приобретают во время чемпионатов, не только регионального, если они попали на отборочный, на финал, это они прожили целую эпоху, профессиональную эпоху. Не всегда взрослый человек за свою профессиональную жизнь может прожить и испытать на себе и новое оборудование, технологии. И вот эти профессиональные умения и навыки за три дня не всегда можно приобрести за целую жизнь. А насколько вот то, что проводится на чемпионате, соответствует потом тому, что ты встречаешь на предприятии, в цехе, на заводе? Отчасти соответствует, но, к сожалению, не повсеместно. И цель, конечно, добиться того, чтобы было столько специалистов, которые бы уже диктовали предприятиям, как оно должно быть. Да, к сожалению, иногда места рабочие отстают. Но места, с одной стороны, рабочие места, с другой стороны, вакансии очень много рабочих. Сегодня это тоже востребовано. И зарплаты там, кстати, неплохие. На самом деле, да, и ребята устраиваются. Это и Первуральский новотрубный завод, и завод имени Калинина, и, в общем-то, предприятий много. То есть это по области предприятия все? Каменск-Уральские предприятия, все заводы, да, конечно. Идет прямая связь, колледж и конкретное рабочее место? То есть предприятие уже ставит некий заказ социальный, чтобы мы хотели сколько специалистов получить? Есть, это однозначно есть такая процедура, когда контрольные цифры приема колледжа согласуются с предприятием, со службой занятости, проходит целую процедуру согласования. Однозначно колледжи работают на предприятии, иначе как. Те мероприятия, которые вы проводите, может быть, самое масштабное, те чемпионаты, вот есть какое-то ближайшее, чтобы мы понимали, о чем конкретно идет речь? То есть самое яркое, интересное? Ну, одно из ярких событий, это ноу-хау России, Российской Федерации, это чемпионат хай-тек. Он традиционно проходит в конце октября, в начале ноября на площадке выставочного комплекса Экспо. В этом году будет более 40 компетенций, приезжают соревноваться представители предприятий, рабочие предприятия со всей страны, школьники, юниорская группа со всей страны. И тоже вот ноу-хау в этом году на чемпионате будет представлена возрастная группа 50+. Это сотрудники предприятий, это единственный чемпионат, где соревнуются рабочие. Мотивация для тех, кто сейчас находится на профессиональном выборе и определяется, куда дальше идти, с чем связывать свою жизнь, какая должна быть все-таки? На что ориентироваться? Где спрос? На что ориентироваться? Ну, конечно, там, где спрос, однозначно хочется идти туда, где спрос. Ну, а если душа не лежит, что же с этим делать? Ну, стать профессионалом, очень серьезным профессионалом в своем деле. Психолог. У нас, например, студент Свердловского областного педагогического колледжа по компетенции младшей классы, мальчик. Для образования или сферы образования это, наверное, все-таки пока исключение, чем правило. Уникальное явление, оно настолько зажигает, ребята настолько, маленькие ребята настолько к нему тянутся, ну, человек просто не стесняется, откровенно говорит о своих профессиональных пристрастиях и это делает. И он востребован, этого студента уже забирают на работу в очень хорошую гимназию. Вы ведете потом статистику, сколько тех, кто прошел обучение, в том числе и в чемпионатах, на олимпиадах, получают конкретно работу и устраиваются? Да, у нас обязательная статистика для всех колледжей, для РКЦ, для Министерства трудоустройства в первый год после выпуска однозначно. Но хочу сказать, что все ребята, которые прошли чемпионаты, особенно национальный, они устраиваются на работу по специальности. Они остаются в регионе, они не уезжают, допустим? В регионе, ну, если он приехал учиться из другого региона, он в основном, конечно, уезжает в Магнитогорск, Пермь, да, он, конечно, уезжает домой, там, близкие, родные. Так все устраиваются. Процент трудоустройства чемпионатных ребят намного выше, намного выше. Но ведь нужно попасть на чемпионат, это тоже непростая, наверное, история. Вы, наверное, не всех берете? В колледже выставляют участников, и отбор происходит внутри колледжа. Вообще самое лучшее готовить уже абитуриентов с нацелом, прицелом на то, что он будет участвовать в чемпионате. Тут смотрится комплекс умений, навыков психологических, психомоторных, физиологических, ну и мотивация, конечно же. Кто старательные? Мальчишки, девчонки в рабочих специальностях? Есть такая градация? Окраска автомобилей стабильно девочке. Серьезно? То есть такая компетенция тоже есть? Окраска автомобилей, да. Это востребовано сегодня? Да. А куда потом эта девушка пойдет работать? Где она устроится? Ну, скорее всего, это частное предприятие. Частное предприятие. Откроет свое. Очень многие ребята говорят, что мы хотим открыть свое. Своё дело, например, у нас Ирина Быкова, она победитель Евроскилз, прикладная эстетика, колледж технологии управления бизнеса и красоты. И она сейчас работает преподавателем в этом колледже. Она его закончила, она победила, она принесла серебряную медаль в копилку национальной сборной России. Она сейчас работает преподавателем в колледже и мечтает о своем деле. И я думаю, что это должно получиться. Ну, конечно. Но у нее первый год после победы еще не прошел. Но для того, чтобы открыть свое дело, мало знать ремесло, скажем так. Ты должен понимать другие категории, как бизнес-план составить, как выйти на рынок. Это уже другая история. Это значит, ты должен дальше пойти, получить высшее образование? Ну, в каком-то случае это высшее образование. Есть надпрофессиональные навыки. И, кстати, вот движение «Молодые профессионалы» предусматривает этот момент, потому что есть в этом же движении еще одно движение «Молодые профессионалы», которое собирает мы ежегодно, РКЦ, собираем ребят от колледжей на специальные форумы, на тот же хай-тек, где происходит обучение именно навыкам предпринимательства. Вы смотрите программу «Подробный разговор», и мы продолжаем. Те вызовы, которые сегодня ставит время, вы сказали, что да, нужно освоить конкретное ремесло. Сегодня есть целая система, которая помогает молодым людям не просто, скажем так, найти себя в профессии, но еще тренировать, тренировать навык. Ну, а дальше что? Какое развитие дальше? Ну, а дальше необходимо устраиваться на работу, искать себя уже в общественной деятельности, не в общественной, конечно, в профессиональной деятельности, на предприятиях, частный ли сектор, неважно где. Понимаете, тот, кто прошел чемпионат, он прошел очень большую закалку, социальную закалку, и ему, этому студенту проще себя реализовать в жизни, потому что бой-то принял он не шуточный соревнований, ну, и со своими соперниками из других регионов. Это ребята со всей страны, со всей России получаются. Это международная история тоже. Вы выходите на международные рынки. Да, мы выходим на международные рынки. Свердловская область вообще, в принципе, одна из первых, которая поддержала движение WorldSkills. Один из первых чемпионатов по мехатронике проходил в Первоуральске, в учебном центре Первоуральска наутробного завода. Такие колледжи, как Уральский колледж технологии предпринимательства, Екатеринбургский экономико-технологический колледж тоже первый приняли инициативу президента и ездили на первый чемпионат в Москве, где было еще не очень понятно, что за регламент, с чем это едят, как это все выглядит, почему вообще это все так. Да, да, да. Одни из первых с 2012 года. У нас там, по-моему, было около пяти компетенций, сейчас у нас их 80 за 90. Ну, можно назвать топ, топ-5, что вот сегодня наиболее востребовано среди абитуриентов? Потому что мы помним время, когда, условно говоря, выбирали, пойду на юриста учиться, бухгалтера, экономиста. Теперь у нас перебор с этой историей, вот мы другие, на противовес ставим профессии. Все профессии и специальности, которые реализуются уральским политехническим колледжем тире межрегиональный центр компетенции, это аддитивные технологии, токарные работы, они все, во-первых, проходной балл у ребят очень высокий, которые попадают на эти специальности больше четырех. Оценка четыре среднего балла. И полностью востребованные эти специальности занимаются сразу. Ну, подчеркнем, что и рабочее место ты получаешь практически сразу. Ну, нет, конечно, не сразу. Не сразу. Ну, студент есть студент, он может быть и отчислен. И это нормальная ситуация даже в крутых колледжах с крутыми специальностями. Это, кстати, хороший признак, если не всех, скажем так, оставляют, а значит, нужно учиться в этом месте. Да, в этом месте надо учиться, вообще в наших колледжах надо учиться. Вы знаете, элементарная компетенция, ну, как элементарная, которая кормит нас. Хлебопечение. Набор на сто процентов. Это очень интересно. Знаете, когда заходишь, дух такой хлебный. Там хочется, хочется учиться, даже вот несмотря на то, что ты уже состоялся в профессии, хочется. Ну, вот вы сказали, что хлебопечение популярно, да, но у нас еще есть, это мы видим и на улице города, да, у нас очень много пекарей открылось. Это ведь тоже поставщики кадров. Да. У нас есть еще и популярное направление, как флористика, как дизайн, как дизайн интерьера в том числе, графические все истории. Это тоже востребовано сегодня? Это Уральский колледж архитектуры предпринимательства. Мы его сокращенно называем Ласково УКСАП на Малышево-117. Это с этими профессиями туда. Там очень хорошие условия обучения, очень сильный коллектив. Медалисты, медалисты, которые пришли обратно в колледж. Очень интересная профориентационная программа. На самом деле целый пул, который компетенцией назвали, это туда. Но следующая ступень все-таки, это высшее образование. Это продолжение или нет такой мотивации? Ребята, они работают, им хватает денег, они востребованы. Это сегодня не гарантия высшего образования, не гарантия какого-то статуса. Высшее образование не гарантия, но если тебе интересно, ты все равно пойдешь учиться. В прошлом году у нас по малярным работам победила девочка. И она вернулась обратно в колледж Уральский колледж технологии предпринимательства. Она работает преподавателем, мастером, заодно учится. Алена Кирдина, выпускница архитектурной академии. Она вошла, вообще звездная абсолютно Алена. Она, по-моему, в 15-м или в 16-м году вошла в состав национальной сборной, параллельно обучаясь. А она обучилась и параллельно еще работала, нашла работу в Москве. То есть тут кому интересно, обязательно идет учиться. Социальный престиж рабочих профессий поддерживается другими отраслями? Мы помним время Советского Союза, когда в фильмах ставился человек труда, и тогда это было престижно. А сегодня? Ну, в фильмах же вы видите, какие выходят на экран? Вопрос немножко не ко мне. Да, многие критикуют, я понимаю, да. Но тем не менее, вы видите, среди тех, кто приходит, среди ребят, и по конкурсу, который есть в колледжах, что престиж рабочей профессии, он растет сегодня. И люди понимают, что открывают газету, работа та же, да, на сайты заходят, и мы видим там огромный спрос на рабочие специальности. Ну, вы знаете, конкурс в колледже возрос в несколько раз. За последний буквально? Да, за последний год возрос в несколько раз. Набор происходит фактически мгновенно, я думаю, что еще и с конкурсом. То есть, наверное, связано это и с качеством обучения? То есть те, кто там работает, это люди, которые отвечают за свой результат труда? Движение WorldSkills требует качества, абсолютной отрешенности и любви к своей профессии. Чем бы ты ни занимался, неважно, будь ты преподаватель, ты обслуживаешь какие-то процессы в колледже, ты руководитель, ты студент, однозначно это движение захватывает, позволяет быть вместе и заставляет собираться в профессиональное сообщество, где необходимо искать моменты договоренности, договариваться, искать компромиссы, и ссорятся, и спорят, но добиваются там, где хотят, добиваются. Кроме чемпионатов, вы проводите и Олимпиады. Чем они отличаются от тех же чемпионатов? Олимпиады тот же конкурс, но задания не соответствуют мировому уровню. Может быть, соответствуют, но нет жесткой регламентации, чтобы в Олимпиадах задания соответствовали мировому уровню. Чемпионатное движение WorldSkills, молодые профессионалы за точку отсчета берет мировой уровень. Вот прошел чемпионат, допустим, где там Будапеште, Евроскиллс, или в Абудабе мировой. Вот именно это задание, теперь уровень сложности два года в действии. А наши в Абудабе поедут? Ездили. Ездили? Ну, условно говоря, вот станок, который в Абудабе и который в России, это знак равенства? Да. Просто, может быть, как вы сказали в первой части, у них везде, не на каждом предприятии есть? Ну, профессионалы, профессионалы, меня, может быть, тут поскрибут и разорвут на кусочки, но так как я не специалист в станках, но нормативно это одинаково. У нас даже лучше, и организация у нас лучше. И рабочие руки у нас лучше, как всегда Россия этим славилась. У нас они отчаянные. Какие еще мировые точки вот на этот год запланированы? Куда еще мы можем поехать? Или, например, уже к нам едут, и мы проводим эти чемпионаты? К нам едут, к нам поедут на хай-тек однозначно. Там много будет представителей из многих, большого количества стран. Иностранцы поедут к нам соревноваться. К нам в Екатеринбург? Да, на хай-тек, да. Осенью, в октябре, в ноябре. А как формируется программа, какие будут там направления и компетенции? Компетенции задаются союзом. Молодые профессионалы, которые находятся в Москве, нам диктуют наши условия. Ну, примерно, чтобы понимать, что это вот, это высокие технологии, или это пока вопрос... Это высокие технологии. Это высокие технологии, потому что соревнуются представители предприятий. То есть и цифровая экономика, о которой тоже сегодня говорится. И цифровая, и рабочие, и сварщики, и токарь, и системные администраторы. Все вот перечень у нас будет. Сколько лет тебе нужно при хорошем, скажем так, начальном уровне и высокой мотивации для того, чтобы ты стал профессионалом и был востребован? Есть какой-то вот такой стандарт? Стандарта нет. Каждый учится по своим способностям. Но у нас, я такой могу привести пример. WorldSkills — это не только чемпионаты. Чемпионаты — это вообще небольшой кусочек, который мы видим от айсберга. В самом деле смысл заложен там, под водой, внутри, когда все стандарты чемпионатные переходят в содержательные аспекты, в образовательные программы. И Свердловская область третий год в этом году находится в пилотной апробации реализации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Так вот, год обучения токарь на станках с ЧПУ, срок обучения, 10 месяцев, показывают хорошие результаты за год. И потом уже четкое место трудоустройства, соответственно. Конечно, там есть предприятия, это Северный округ, там все уже расписано. Все уже расписано. Ваш совет для тех, кто сейчас выбирает, что делать все-таки? Сдавать ЕГЭ тоже, да, или пойти в колледж? Вот что бы вы выбрали, что бы вы посоветовали? Я вообще, в принципе, как мама могу сказать. Я всегда хотела, чтобы мой ребенок, учаясь в школе, потому что мне нравятся общеобразовательные предметы. И я считаю, что ребенок должен владеть большим количеством знаний. Но при этом хотелось бы, чтобы он учился в колледже, приобретал какую-то профессию в колледже. Навык приобретал какой-то. Да, сейчас есть такие прецеденты, можно экономико-технологический колледж, вот такие вещи делать, курсы повышения можно пройти, есть. Но вот прям совсем нормативно, нет такого сочетания. Ну, наверное, надо смотреть по своему ощущению развития. Может, кому-то действительно надо техникум закончить, и потом идти дальше. А кому-то, может быть, сначала школу, институт, а потом приобрести навык. Это зависит от личности. Тут нет таких рекомендаций. Ну, то, что надо развиваться и обучать, и вкладывать в ребенка. Ну, и ребенка мотивировать, чтобы он сам тоже действовал. Давать ему возможность, чтобы он действовал сам. Ну, вот интересно, наши вузы проводят такие чемпионаты? Они же, WorldSkills, не в этой системе, они же другая, немножко история. Ну, на самом деле, в 2012 году, тоже одним из первых инициаторов, кто поддерживал движение, это был Уральский экономик... Господи, боже мой, я свинься. Экономический университет. Да, экономический университет. Да, на самом деле, это точка отсчета развития движения WorldSkills. Это, конечно, однозначно. Но сейчас это отдельная вузовская линейка, и каждый вуз вправе выбирать тот набор компетенций, который он считает нужным развивать в своем университете, в своем образовательном учреждении. И тоже осенью в Москве проходит финал межвузовский, где вузы соревнуются и уже внутри себя накапливают целый набор медалей. Пожелаем больше медалей, самое главное, больше востребованности и признания тем, кто учит детей и ребятам, потому что это очень важно, правильно начать свой трудовой путь. Да, на самом деле, это так. Спасибо большое руководителям, гостям программы сегодня была руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы WorldSkills» Татьяна Фомина. Всем всего самого доброго. Далее главные новости Екатеринбурга. Не пропустите.